Здравствуйте! С вами Татьяна Коныгина. В эфире программа «Городская дума». На октябрьском заседании Думы городца было жарко. Справиться с эмоциями оказалось довольно проблематично. Недовольство депутатов вызвало информацию, которую до сведения присутствующих довел директор учреждения городец-стройсервис Станислав Пыша. Касалась она перспективы строительства школы в микрорайоне Невском, а точнее на каком этапе находится прохождение проектно-сметной документации. Подача документации на прохождение госэкспертизы будет в конце ноября. Срок прохождения госэкспертизы по договору с госэкспертизой это 45 дней. Я не гарантирую прохождение положительного получения. А что вы тогда делаете? Вы тогда занимаете художество. Вы что тогда делаете? Год рассказывают и занимаются какими-то очковтирательством. И ничего не гарантируют, не обещают, ничего не говорят. Так вы заставьте человека. Пусть в экспертизу сидит, ночует там, живет и делает, доводит до конца. Нет нерешаемых проблем. У нас такой беспредел просто творится со школой, которой мы не можем проект разработать со сметой. Ну понимаете, мы просто с апреля слушаем каждый месяц одно и то же. Одно и то же. Вот еще одно замечание. Вот сейчас теперь у нас проект сметный. Давайте при всех. Говорите, когда вы привезете положительное заключение по школе. Все четко. Что мы должны ответить избирателям по миллиараторам? Уже надоело брать. По всему городу. Почему-то брать. Мы не прием. Каждый раз. Сделаем. Сделаем в телевидении. Сделаем. На прошлой думе глава администрации докладывал. Вы здесь же сидели. О том, что все. В октябре будет все принято решение. Сейчас вы говорите какую-то непонятную вещь. Мало того, опровергаете сто процентов слова главы администрации. Кто из вас нас вводит в заблуждение? Вы или Владимир Викторович? Это не первоначальная школа, с которой мы заходили в экспертизу. И в связи с этим мы заходили в экспертизу со школы, которая уже проходила экспертизу. Проектанты брали смету за основу. Сейчас у нас школа новая. Смета поэтому готовится совершенно новая. Я так предполагаю, что раньше, в середине января не будет ясно. Прошли мы эту экспертизу или не прошли, я вот так предполагаю. Если мы ее сдаем сейчас, в ноябре месяц, к концу ноября, полтора месяца, я считал 45 дней. В середине января будет ясно, понравилась эта смета кому-то или не понравилась. Соответственно, вот она у меня с ответом. Вопреки всем ожиданиям, закрыть хотя бы бумажную тему по вопросу строительства долгожданной школы в этом году так и не удастся. Повисло в воздухе и решение еще одной проблемы – долги управляющих организаций. Этот вопрос также был заслушан на заседании Дома городца. Удачный выбор задолжал тепловым сетям по подсчетам одних более 33,5 миллионов рублей, других – около 41 миллиона. Но так или иначе, сумма огромная. Депутаты предложили руководителю компании предоставить бизнес-план по выходу из кризисной ситуации, что им не было выполнено. Поэтому решение о судьбе удачного выбора отложено до ноябрьского заседания Дома. Долг компании «Добрый сосед» значительно меньше, но тоже весомый – 8,5 миллионов рублей. Моя задолженность населения передо мной – 11,6 миллиона. Моя задолженность – 8,5, то есть она сократилась на эти 3,5 миллиона буквально с июля месяца. В чем заключается наше предложение по урегулированию данного вопроса, мы предлагаем досудебно заключить с ресурсником до июля, по июле 2020 года, что это сделать возможно. Взвесить все «за» и «против» относительно возможности заключения такого соглашения теперь в первую очередь должны тепловые сети, а окончательное решение – за депутатами Градской думы. Ситуация очень тяжелая, ее рассмотреть надо очень внимательно. Она даже не то, что тяжелая, она даже страшная для города Градца. На протяжении многих лет, сейчас даже я приведу ее, долги вот эти копились. Наши теплосети потеряли деньги по долгам около 100 миллионов рублей. Теперь этого нельзя допускать, чтобы это дело произошло. И уже на первом этапе сделано, что пошли прямые платежи. И управляющие компании стали жить уже хуже, а теплосети немножко стало полегче. Еще один вопрос, который значился в повестке дня заседания Думы Градца, касался реализации государственной молодежной политики. Как отметила в своем выступлении заместитель главы администрации района Татьяна Смирнова, сегодня молодежная политика – это трамплин для активных и инициативных людей. И эта работа строится на продолжении лучших традиций еще советских времен. При этом подхватываются и все новые современные направления. Одно из них – создание юноармейских отрядов. Хотя, опять же, в том или ином виде они всегда существовали. И в районе проводились и зорницы, и смотры строя песни. Поэтому сегодня главное, чтобы у нас была эта красивая форма в одежде, потому что она на самом деле впечатляет, и ребята стремятся завоевать эти береты. А второе бы я все-таки выделила – волонтерское движение, потому что оно сегодня многоплановое. Оно сегодня не просто помощь людям, которые нуждаются в определенной помощи молодежи, а это сегодня и благоустройство города на различных площадках. Это новые какие-то идеи, где собираются команды молодых ребят абсолютно разновозрастных, как от детей, так уже до более таких зрелых семейных людей, я бы уже сказала, которые объединяются в каком-то едином своем порыве. Кроме этого, в районе развита сеть детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, творческих союзов, которые ведут активную деятельность. Все инициативы молодежи – это самые главные задачи, они сегодня поддерживаются и идут вперед. Поэтому я считаю, что реализация молодежной политики, ее можно сегодня назвать эффективной и успешной в Градецком районе. Вместе с тем, как отметила Татьяна Смирнова, настораживает тот факт, что у молодежи год от года в районе становится все меньше. На сегодня эта цифра составляет 16,5% от общей численности населения, тогда как раньше к этой категории относился каждый пятый житель. Молодые специалисты, которые трудоустраиваются в различные учреждения, на постоянную работу остаются далеко не всегда. Только за этот год из 102 таких сотрудников закрепилась лишь половина. И еще один интересный факт – уезжая со своей малой родиной, работу молодые люди в основном находят по своей специальности, а обосновываются они преимущественно в крупных городах, причем не столько в Нижнем Новгороде, сколько в Москве. Интересовала депутатов и спортивная тема. В частности, обсудили условия, созданные в Градце, для развития физической культуры, школьного и массового спорта. Если говорить о школах, то физкультура, как обязательный предмет, преподается во всех классах с 1 по 11 три часа в неделю. Материальные базы для развития физической культуры – это спортивные залы, которые есть в каждой из семи школ Градца. И не только. При всех общеобразовательных школах есть спортивные площадки с полным набором оборудования для занятий физической культурой и спорта на воздухе. У двух школ – школ номер 4 и школ номер 5 – есть хоккейные коробки. Обновление материальной базы у нас происходит ежегодно. В 2018 году на эти цели было потрачено 178 770 рублей. В 2019 году на 1 октября – 111 270 рублей. Кроме этого, для занятий физкультурой и спортом в Градце предназначены два фока, воркаут-площадка, уличные тренажеры, шахматные и яхт-клубы, а также стадион «Спартак». И если первые объекты, поскольку построены совсем недавно, находятся в удовлетворительном состоянии, то городской стадион давно требует обновления. Есть некоторые проблемы с тем, чтобы ремонт стадиона «Спартак» произвести, но на сегодня заключена договоренность Министерства спорта Нижегородской области. Сейчас мы должны разработать и утвердить правильный сметод документации на реконструкцию стадиона, сделать обращение к губернатору Нижегородской области, после чего нас, скорее всего, включат в программу развития и будут выделены денежные средства для того, чтобы мы отреставрировали стадион. Что касается количества горачан, активно занимающихся физической культурой и спортом, то, по словам Андрея Заботина, на сегодня это более 8 тысяч человек, тогда как население города составляет 30 тысяч. Все спортивные объекты не просто полностью загружены, а порой не могут вместить всех желающих. Такая ситуация сложилась, к примеру, с плаванием, и это при том, что в городе сразу два бассейна. Также в числе наиболее востребованных спортивных секций художественная гимнастика, футбол, хоккей, волейбол. А всего в городце культивируется порядка 30 видов спорта. Словом, заниматься есть чем, есть где, но есть и проблемы. Проблемы с кадрами есть небольшие по некоторым видам спорта. Даже если приходят кадры, которые готовы работать, они совсем устраивают заработную плату. Отрасль физической культуры и спорт, наверное, это единственный отрасль, который уже много-много лет не поднимался вопрос с поднятием заработной платы. Поэтому стараемся решать, как-то переучиваем, обучаем наших тренерских составов, повышаем квалификацию для того, чтобы они имели всю возможность и весь свой профессионализм для передачи населения. Ну а в целом у нас хорошие условия для занятий спортом, для детей и молодежи. То есть много очень варгаловских площадок сейчас построили. На стадионе в «Спартаке» заливается каток всегда, есть хоккейный корт, даже три хоккейных корта, то есть есть еще за четвертую школу и за пятую. Ну, все условия есть. А с появлением нового ФОКа это вообще подарок городу, это вообще здорово. На самом деле у нас физкультурой и спортом занимается очень много сейчас народа, это очень радует. У нас два физкультурно-ознравительных комплекса, они полностью заполнены, это прекрасно. Другое дело, что мы представители комитета по спорту пожелания сказали, чтобы была какая-то аналитика у нас присутствовала. Сколько было раньше, сколько занималось, какими видами спорта и как сейчас дела обстоят. Чтобы мы могли проанализировать, где были, где находимся сейчас и какие-то шаги к дальнейшему развитию нашему. Кстати, о развитии в плане спортивных объектов. К уже имеющимся в ближайшее время в городце прибавится еще один. Рядом с физкультурно-оздравительным комплексом Александр Невский появится школа бокса. Вопрос со строительством, как заверил председатель комитета по физкультуре и спорту Андрей Заботин, уже решен. Работа городецкого отдела полиции по охране общественного порядка, организация оказания населению медицинской помощи, прогноз социально-экономического развития городца. Эти и другие темы депутаты планируют осмотреть на ноябрьском заседании Думы. А мы обо всем подробно расскажем. В следующем выпуске программы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова